Доброе утро, мои хорошие. Как вы видите, я уже у себя в магазине. Именно отсюда начинаю свой влог. Яну только что завезла на хор, у нее только все началось, поэтому через часик она притопает сюда, и мы с ней еще немножечко посидим у меня в магазине, а потом приедет муж и заберет ее в музыкальную школу. Моя Мариночка красавица, мой эльфик такой зелененький, ей так идет эта кофточка, правда? Вот напишите, правда? Это ее цвет. Я прям тащусь, когда она приходит в таком цвете. Сейчас мы будем пить чай, общаться, заодно посмотрим, что тут нам еще надо сделать. Вот, так что пока я здесь, всем вам желаю хорошего, позитивного дня. Скоро увидимся. Смотрите, Янка у меня греется, замоталась в снуд, в шапку, у нас действительно холодно. Смотрите, Маринка с чайником в обнимку, открыли батарею, и все равно холодно, на улице пошел снег такой красивый. Вот, заварила Янке суп, себе вон заварила в чашке суп. Маринка кофеек сказала будет. Греемся, даже свечечку зажгли, но свечечку для аромата, но от нее тоже какое-то тепло идет. Мариночка доделала полумесяц, смотрите, какая красота, тоже все на картонной основе, задекорирована мешковиной, разными веточками, ягодками, видите, чуть-чуть здесь, вот у нас такая, типа, соломка была, сизаль тут, и потом Марина чуть-чуть пшикнула белой и серебристой краски. По-моему, очень красивый получился такой вот месяц, и действительно можно украсить свой дом такой красотой. Снег идет, видите, машинка уже в снегу постояла всего, тут сколько? Два часика постояла машинка, наверное, а уже вся в снегу. Идем, сейчас почистим, повезу Янку в школу. Сегодня у мужа много работы, поэтому он не смог ее завести на аккордеон, так что я сейчас ее... Мои хорошие, все, завезла я Яночку в школу, сама тут припарковалась около вот магазина этого для рукоделия. У меня кое-что заказали сделать к Новому году, поэтому иду, надо кое-что докупить, покажу вам, что куплю, там ниточки кое-какие, всякие штучки, ладненько, пойдемте. Вот, я сейчас в магазинчике для рукоделия покупаю вот такую вот пряжу, смотрите, какая красивая расцветка. Казал, что у меня здесь еще вот такая сиреневая, baby wool, и вот еще джинс взяла вот такого оттеночка, и, смотрите, такие как помпончики на ленточке. Вот мне надо для моей новой работы, чуть позже узнаете для какого. Все, приехала домой, только что припарковалась, такое место хорошее прямо около подъезда, супер люблю, не надо далеко бежать. Заскочила еще в книжный магазинчик, вот здесь еще, видите, у меня пакетик с покупочками. Купила всяких, знаете, вот этих блесточек на клеевой основе, вот такие разные, разных цветов. Я же планирую в скором времени начать заполнять декабрьский дневник. Буду же там все клеить, что-то буду там сооружать, придумывать, надо же подготовить разные вот эти вот материалы, из которых это все буду делать. Нашла еще такой набор бумаги, она плотная, видите, ну, вам, металлизированная, здесь разных цветов, 10 разных цветов с таким рисуночком. А еще я нашла, это вот с пьянкой будем делать, называется, сейчас скажу, как называется, набор в ожидании нового года. Да, здесь адвент-календарь с наклейками формата А4, где мы клеим наклеечки и готовимся к Новому году с Яной. Помимо этого, письмо Деду Морозу, которое сам ребенок заполняет, и список новогодних дел, 25 карточек с интересными новогодними делами. Вот к этому календарю, по-моему, это здорово, я даже не знаю, что там за карточки, все заклеено, нельзя было посмотреть. Стоит недорого, 5 рублей, это вот в этом книжном магазине, про который я вам все рассказываю. Ну, посмотрим. И купила, знаете, что еще? Купила себе миллион новогодних котов, раскраску вот эту, да, такую. Но здесь такие милые коты, что я не удержалась и решила, что я возьму. И когда у меня будут дни какой-то повышенной напряженности, да, когда я буду там нервничать или еще что, я буду просто доставать эту книжечку и разукрашивать котиков. По-моему, классная идея. Ну вот. В общем, вот такое вот все его купила. Там какие-то еще наклейки нашла. Ну, нормально. Напокупала всего. И сейчас все тут выключаем, закрываем машину и быстренько топаем домой. Потому что что мне надо делать? Мне надо вязать зайку. Да, мне сегодня написали, попросили сделать зайчика. Девчонку, вот эту вот большую, именно тех, которых я люблю, от которых я получаю истинное удовольствие и кайф. Поэтому прямо сейчас я прихожу домой, чуть-чуть отдохну, попью чаю и буду вязать новую зайчишку. Так, ну что, мои хорошие, я уже дома. Уже все у меня. Крючки, ниточки, схемка моя полностью, которую я себе прописала на зайку. То есть, это вот была основа, вы помните, с интернета. Потом я ее постепенно-постепенно вязала, кое-что изменяла под себя. Вот она у меня здесь записана, мои записи. И сажусь, начинаю вязать нового зайчишка. В общем, не знаю, какие у меня сейчас будут влоги эту неделю, а то и две. Потому что, когда я занимаюсь зайками, я ничего не вижу, никого не слышу. В общем, меня нету. Я полностью вся окунаюсь в создание этой игрушки. И даже не знаю, получится ли у меня теперь эти дни что-то поснимать. Марыська залезла в пакет. Это вот я рядом положила пакет, который я купила из книжного магазина. Да, там пряжа-то, которая у меня куплена. В общем, она залезла в этот пакет и не дает мне даже руку туда сунуть. Сразу меня царапает. В общем, нравятся ей пакеты. По-моему, всем кошкам нравятся пакеты. Вот напишите мне в комментариях. Мне кажется, что всем кошкам я много видео видела, где кошки лазили либо в коробке, либо в пакеты. Для них это самая лучшая игрушка. Ну, вон. Слышите, как шумит? Марыся, давай ты лучше немножечко со мной побудешь, на тебя мои зрители посмотрят. А то ты давно не виделась. Сейчас всеми. Вот вам. Привет от Марыси. Поставила рядом с собой компьютер. Буду сейчас... Так, Марыся, это мой пакет. Буду сейчас смотреть какой-нибудь сериальчик, наверное. А что еще вязать? Под сериал, под какие-нибудь интересные видео. И начинаю, начинаю. В принципе, вот. Вот такой план у меня на вторую половину дня. Не знаю, не знаю, смогу ли я еще вам что-то поснимать. Возможно, этот влог получится коротким. Но давайте не будем загадывать наперед. Возможно, я еще включусь и что-нибудь вам покажу или расскажу. В любом случае, уже из дома никуда выходить сегодня я не планирую. Все, ладно. Поехали. Марыся, ты с ума сошла. Что, мои хорошие, как вы видите, вечер уже. Я тут вот... Ой, уберу лампу, а то в глаза светит. Вяжу. Связала уже туловище зайки. Сегодня, я думаю, еще, возможно, и ушки свяжу. И завтра тогда сделаю ручки-ножки. И потом, потом самое интересное, это придумать одежку. Потому что, вы знаете, я зайчика своих не повторяю. Я все время придумываю что-то новенькое. У меня уже есть идея, как будет одета эта девчонка. Вот. Но сейчас начало. Сначала, конечно же, я сделаю полностью тельце. И потом уже буду ее одевать. Обычно, ну, вот тельце где-то 2-3 дня у меня занимает вязание тельцем. Так, спокойно, знаете, не торопясь, делая перерывы. Потому что такие игрушки я всегда стараюсь аккуратно вязать, с перерывами. Вот. Здесь торопиться нельзя, вот, когда вы делаете такие игрушки. А вот уже одежку здесь уже, знаете, иногда бывает как-то... Одного зайца, я помню, по-моему, вот этого вот тусовчика-мальчишка. Я где-то за неделю одежку связала. А одной девчонке как-то почти 2 недели вязала. То есть, по-моему, фиалочка это была у меня. Вот я ее очень долго одежку вывязывала, много чего перевязывала, помню. Ну, а дальше уже посмотрим, как будет по времени идти. Ну, вот, тельце, я думаю, что до крайний срок, до пятницы у меня уже будет готово. Все, уже пришла Яночка, вот сидит тут напротив меня. Сейчас будем уже, наверное, делать уроки. Я пойду смонтирую видео, если Янка мне отдаст мой компьютер. Яна, зачем ты мне мой компьютер заклеила скотчем? Что заметила? Конечно, заметила. Я хотела сделать красоту. Красоту? Не надо этого делать. Ну, оставь, я посмотрю, как ты там заклеила. В общем, у меня скоро будет ноутбук скраббукера. Или скраббукинг, скраббукинг. А как называется человек, который занимается скраббукингом, Яна? Скраббукинг. Яна мне делает из моего компьютера вот компьютер такого человека, который занимается скраббукингом. В общем, разными разноцветными скотчами она мне его заклеивает. Ладно, срочно забираю компьютер и иду монтировать видео, потому что она точно что-нибудь с ним сделает. И мне не на чем будет тогда работать и не на чем будет видео монтировать. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. С вами была Оля. Спасибо за ваши лайки, комментарии и за то, что подписываетесь. Завтра опять увидимся. Все. Пока-пока-пока.